Здравствуйте! В эфире программа «Сарапул-Вести». В администрации прошло заседание Совета по инвестиционному климату и развитию предпринимательства в городе Сарапуле. В заседании Совета по инвестиционному климату и развитию предпринимательства в Сарапуле приняли участие представители администрации, специалисты государственных предприятий в области инвестиционной политики, трудоустройства граждан и более 60 руководителей и представителей предприятий малого и среднего бизнеса. Хотелось бы, чтобы у нас более активно шло общение. Мы много внимания уделили в конце прошлого года тому, что вернили стратегию. В стратегии города развития большое внимание уделяется развитию как крупного бизнеса, так и предпринимательства. И вот эти институты, в частности Советы при главе города, как раз и рассчитывали на то, что у нас диалог будет более активно идти. И те вопросы, те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, может при взаимодействии с друг с другом или с крупным бизнесом, или какого-то другого порядка вопросов, вы будете озвучивать, ставить. Не обязательно на этом совещании, можно отдельно встречаться, разговаривать. Но тем не менее, чтобы вот такие встречи, наше общение приводило к общему развитию предпринимательства в области. О формах государственной поддержки инвестиционной деятельности участникам Совета рассказала Светлана Радыгина, заместитель руководителя агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики. По итогам 2016 года, получается, что в сопоставимых ценах, с учетом инфляции, прирост поступлений инвестиций составил более 1%. Прогнозы достаточно оптимистичны. На 2017 год мы закладываем, что в экономику Республики поступит 90 миллиардов рублей. Предприятия продолжают реализовывать инвестиционные программы и начинают реализовывать новые крупные инвестиционные проекты. В рамках Совета по инвестиционному климату и развитию предпринимательства при главе города Сарапула были обсуждены и такие вопросы, как квотирование рабочих мест для инвалидов, неформальная занятость и выгодная для работодателя форма трудоустройства общественной работы, реализуемая по договору с Центром занятости населения. Инвалидов на сегодняшний день у нас в службе занятости стоит 100 человек. Это примерно 8,5% от общей численности безработных граждан, которые сидят в учебной ценности. Утвержден порядок выведения отдельных специальных мероприятий, способствующих повышению конкурентных способностей инвалидов на рынке труда урбовской инвалиды. Установление квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Резаллигирование рабочих мест по профессии наиболее потребляющих ряд устройств инвалидов в Удмуртской республике. Еще раз хочу повторить, если численность ваших работников для вашего влияния выше 35 человек, вы обязаны ежемесячно подавать отчеты в Центр занятости о выполнении и выполнении квоты. Ряд вопросов был посвящен повышению престижа рабочих профессий. Продемонстрирован фильм «Лучший по профессии». В следующий день, к сожалению, действительно существует дефицит рабочих профессий. И даже для наших крупных предприятий, наши крупные предприятия пошли по другому пути. Они заключили договора с общеобразовательными учреждениями. Вот буквально есть такое взаимодействие между заводом «Эликонт», заводом «Электрогенераторный завод города Сарапова» с техническим университетом, филиалом технического университета города Сараполя, где они помогают оформить свои классы для того, чтобы целенаправленно готовить специалистов для своих предприятий. Завершилось совещание церемонии награждения победителей городских конкурсов, проводимых, которые проводятся в Сараполе в сфере предпринимательства. Следующее заседание по инвестиционному климату и развитию предпринимательства в городе Сараполе запланировано на май текущего года. О противодействии наркомании говорили участники расширенного заседания антинаркотической комиссии, которая в минувшие дни прошла во Дворце культуры «Электрон». С этого месяца в работе по предупреждению распространения наркомании в Сараполе будут принимать участие молодежные театральные коллективы города. Первая такая акция для подростков состоится в ДК «Электрон» 15 марта. На расширенном заседании антинаркотической комиссии были также подведены итоги городского смотра конкурса среди учебных заведений за лучшую организацию антинаркотической деятельности. Благодарственными письмами администрации отмечены сарапольские школы номер 2, номер 8, а также 12, 17 и 25 школы. Представители управлений спорта и культуры выступили с докладами и ответили на вопросы участников комиссии по организации досуга и занятости несовершеннолетних, в том числе из групп социального риска. В связи с негативной обстановкой в стране и республике антинаркотической комиссии было принято решение о внедрении новых форм работы с подростками. Разработан план межведомственного взаимодействия по профилактике незаконного оборота наркотиков на территории города Сарапула. Большая часть подростков, которые совершили преступление в 2015 году, были заключены под стражу, либо они достигли совершеннолетия. Но остается опасность в том, что в настоящее время, в 2016 году, они в конце года освободились. Большая часть из тех, которые были заключены под стражу, круг общения у них остался тот же самый, то есть несовершеннолетний. С кем они по соседству проживали и с кем они обучались в образовательных учреждениях. Поэтому опасность того, что у нас будут факты выявляться, преступления, правонарушения. Кроме того, уже 13 марта в Сарапуле стартует антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». При выявлении фактов продажи наркотиков, а также информацию о местах продажи и наркопритонах, граждане могут сообщить по телефону 4 12 40 или 4 12 50. 4 марта управлением экономики администрации Сарапула был проведен городской конкурс «Лучшая швея». Добрый день! Я приветствую всех участников и уважаемых гостей городского конкурса профессионального мастерства названия «Лучшая швея», приуроченную к Международному дню 8 марта и через дневный годового откуда населения. Цель городского конкурса «Лучшая швея» – совершенствование профессионального мастерства, выявление лучших специалистов отрасли, а также привлечение внимания молодежи к профессии швея. Конкурс был проведен на базе Сарапурского колледжа для инвалидов. Своё мастерство смогли продемонстрировать 14 участников. Это работники швейных производств, а также студенты профессиональных учебных заведений. Вы уже самые лучшие, потому что вас избрали, выбрали среди лучших, поэтому вы уже считаете, что являетесь победителями. Я очень рад, что на просьбу администрации откликнулись все практические предприятия города Сарапова, которые связаны с производством и с пошивом того или иного вида одежды. Я вам всем желаю удачи, не волноваться, и вы всегда будете на высоте. В конкурсе «Визитная карточка» конкурсанты признавались в любви своей профессии. «Научилась я трудиться, говоря, что мастерица. Отошью покрой любой – красный, жёлтый, голубой. Курточку сошью сыночку, юбочку на праздник дочке». Следующим этапом конкурса стала проверка теоретических знаний. Тест состоял из 20 вопросов, на которые участники конкурса ответили с лёгкостью и за короткий промежуток времени. Конкурс профессионального мастерства «Название швейя» состоит сегодня из трёх этапов. Первый этап – это «Визитная карточка». Конкурсанты подготовили её как домашнее задание, чтобы презентовать себя. Второй конкурс – это теоретическое задание. Вопросы конкурса состоят из таких направлений, как материаловедение, оборудование, технология и техника безопасности, охрана труда. После теоретического конкурса наши конкурсанты приступили к выполнению практического задания. Практическое задание – это выполнение достаточно сложного узла в ограниченный промежуток времени. Они должны за 30 минут обработать фигурный клапан, где будет проверяться не только качество выполнения, но и симметричность углов, качество строчки. Работу конкурсантов оценивала профессиональная жюри. По итогам конкурса лучшей швеёй была названа швея производственного швейного объединения «Калинка» Светлана Чепкасова. Лучшей швеёй среди учащихся учреждений профессионального образования стала студентка Сарапульского колледжа для инвалидов Вера Логинова. Одним из наиболее ярких праздничных событий, посвященных Международному женскому дню, Сарапуле стал городской торжественный вечер. В канун Международного женского дня сарапульчанки были окружены вниманием и заботой, а также добрыми пожеланиями и цветами. Во Дворце культуры радиозавода по многолетней традиции состоялся большой праздничный концерт. С праздником весны и любви, Международным женским днём, женщин Сарапула пришёл поздравить глава города Александр Ессен. Как прекрасно, что в самом начале весны есть замечательный праздник, женский день, 8 марта. В этот день вы получаете чуточку больше внимания, чем обычно от нас, от мужчин. Ну а мы, мужчины, делаем всё, чтобы вам угодить. Делаем всё, чтобы ваше настроение в этот день было как можно лучше. Я очень тепло и сердечно вас поздравляю с этим хорошим, добрым праздником. Я желаю, чтобы у вас, в ваших сердцах, был мир и спокойствие, чтобы вы всегда были окружены любовью и заботой, чтобы в ваших домах всегда царило благополучие и уют. С праздником, дорогие дамы! Всех представительниц прекрасного пола, которые в этот вечер пришли на городской праздник, посвящённый женскому дню, ожидал приятный сюрприз. Глава города Александр Ессен, депутаты Государственного совета Удмуртской республики Алексей Прасолов, Алексей Малюк, представители Сарапульской городской думы и генеральные директора открытых акционерных обществ «Эликонт» и электрогенераторный завод Анатолий Наумов и Сергей Мусинов приготовили цветы и подарки всем женщинам в зале. Примите от депутатов Государственного совета самые наилучшие поздравления, пожелания. Желаем вам всем крепкого здоровья, счастья, любви, любви родных и близких, чтобы мужчины вас носили на руках всегда, чтобы дарили цветы, чтобы у мужчин всегда было хорошее настроение, чтобы вы с удовольствием всегда ходили на работу, с работы домой, чтобы вас радовали дети, внуки, чтобы всегда светило солнце и в душе, и на улице. Всего вам самого хорошего, мы вас любим, ценим и спасибо вам за то, что вы у нас есть. С праздником! За долголетний добросовестный труд, общественную работу, в которой активное участие принимает женское население Сарапула, в этот день вручались почётные награды. Но, безусловно, лучшим подарком в лучший женский праздник стали добрые искренние слова, а также песни, стихи и номера творческих коллективов города, посвящённые женщинам Сарапула. Матя, мама, самая крутая, круче её никого я не знаю. Столько вперёд, столько ценных стен, моя мама круче всех. Матя, мама, самая крутая, круче всех. Каждый творческий подарок для мам, бабушек, жён и дочерей сопровождался танцевальной композицией, и каждый из них был наполнен нежными и искренними чувствами. Позвольте мне тоже сегодня от имени многочисленного коллектива завода «Эликон», от имени депутатской фракции «Единая Россия» при Сарапульской городской думе поздравить вас с праздником, дорогие женщины. Вы знаете, я думаю, мы едины сегодня во мнении, что так ярко и широко этот день не отмечается нигде, ни в одной стране мира. Как всегда, он наполнен подарками, цветами, самыми тёплыми словами. Это всё в адрес наших мам, наших жён, дочерей, коллег по работе и соратников. Дорогие друзья, ну, естественно, особые слова признательности – это нашим многоуважаемым ветеранам, ветеранам войны и труда. Огромное вам спасибо, дорогие ветераны. Дорогие друзья, вот много всяких загадок, как принято говорить у женщины, но есть такой непостижимый секрет, как вы всё успеваете. У вас огромный груз, забот дома, по домашнему хозяйству. Вы успешны на работе, но и вы активны, очень активны, естественно, в общественной жизни. И эти эпитеты, эти сравнения можно долго-долго приводить, дорогие друзья. Мы вас за это любим, мы вас ценим, мы вами гордимся. Будьте счастливы, крепкого здоровья и радости вам на много-много лет. Мы вас не подведём, мы с вами. Спасибо. В пользу случая я хочу поблагодарить заводчанных здесь, присутствующих, за их самоотверженный труд от мужчин электрогенераторного завода, поздравить всех женщин Сарапла с этим замечательным праздником. счастья вам, здоровья, уважения, любви пришли. С праздником! Городской торжественный вечер, который был проведён в Сарапуле в преддверии Международного женского дня, подарил женщинам города много улыбок и надолго зарядил хорошим настроением. Привет, житель Моногорода. В России 319 таких городов, как твой, которые строились в индустриальную полу. Сегодня около 14 миллионов человек живут в этих городах, некомфортных для жизни. Наверняка у тебя есть вопросы к администрации. И их немало. Но перестать жаловаться и начать что-то менять можно и самому, не выходя из дома. «Пять шагов благоустройства Моногорода» — это программа, направленная на улучшение городской среды. Ты можешь повлиять на результаты программы, предложив свои идеи по благоустройству города и рассказав о тех изменениях, которые ты ждёшь. Итак, ты в пяти шагах от удобного города. Шаг первый. Помоги понять, какое самое оживлённое место в твоём городе. Это может быть вокзал, центральная улица или площадь. Напиши, что нужно сделать, чтобы оно стало удобным. Здесь и далее обязательно оставляй координаты места. Шаг два. А какое место самое популярное среди молодёжи? Как его можно улучшить? Шаг три. Чем ваш город может гордиться в историческом плане? Жители Коломны, например, восстановили старинную технологию производства пастилов. Что-то интересное можно найти в любом городе. Шаг четвёртый. Какой социальный объект хотелось бы создать или обновить? Шаг пятый. Какое заброшенное место можно было бы превратить в общественное пространство? Что бы ты предложил сделать? С пятью шагами разобрались. А сейчас поделись идеями по благоустройству своей улицы или двадо. Может, остановка находится в неудобном месте? Нет пешеходного перехода или детской площадки? Добавь фотографии. Можно предложить несколько идей. Если ты готов не только придумывать идеи, но и участвовать в преобразовании города. Дай нам знать. Сейчас мы собираем мнения и идеи. И очень важно вовлечь как можно больше людей. Расскажи соседям, друзьям и коллегам. Помоги своим родным сыграть эту важную роль в развитии вашего города. Оставить свое мнение и идеи можно на сайте проекта monogoroda.rf. Потратьясь. Кто знает, может быть, именно твое предложение станет реальным проектом преобразования городской среды. На этом информационный выпуск программы «Сарапул Вести» завершен. Мы продолжим рассказывать о событиях из жизни «Сарапула» в наших следующих эфирах. Всего вам доброго и хороших вестей! Сарапул Вести